Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Слайм Рейнджер, смотрите какой красивый рассвет. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ комментарии из предыдущего видео, если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк, вот прямо сейчас нажмите, и оставлять конечно же Камена Таарит. Я так чувствую, сегодня нас ждет очередная сказка, друзья, поэтому не забываем также, что можете посмотреть не только слаймов, но и другие видосы по другим играм. Я обязательно сниму для вас что-то очень даже интересненькое. Ну что ж, давайте подойдем, спросим. Привет, чинаски! Я и мои охранники прибыли из золотой вселенной, и у нас большие проблемы. Помочь можешь только ты и твои подписчики. Из нашей вселенной сбежал особо опасный золотой вар. Помоги нам, принеси его сюда, и мы заберем его обратно в нашу вселенную, а тебе в подарок оставим нашего тусовочного приятеля. Оу май гад, смотрите, ребят, значит у нас с вами реально какой-то золотой пати горда и два его охранника из золотой вселенной, чё? Так, золотой вар, ребят, ну я знаю где вары искать на самом-то деле, конечно же. Вары почти всегда появляются в одной и той же локации. В принципе, думаю, что мы без проблем его найдем. Помните, усатый остров? Сколько раз уже мы с вами искали варов и, в общем-то, находили всегда именно в усатом острове. Видите, какая прикольная штука? Я всё-таки эти спринг-пады поставил, и теперь можно по-быстренькому пробежаться, так сказать, не тратя выносливость вообще ни разу. То есть мы таким образом можем, в принципе, не тратя выносливость, добежать до... Ну, то есть как тратя, но не останавливаясь, не восстанавливая выносливость, можем добежать до самого, собственно говоря, вот этого моря. Блин, единственное, что я вот думаю, а правильно ли я побежал? Ладно, давайте уж проверим. Я не уверен, на самом деле, что просто золотой вар будет именно там. Там обычно обычные вары. А будут ли они... будет ли золотой там, я не знаю. Ну да ладно, давайте стартуем сюда. Сразу же стартуем сюда. Блин, сейчас главное очень экономно использовать энергию, ребят. Так, 80, 50, всё, отлично. На 40 у нас с вами ещё осталось. Оп, ещё вот сюда вот долетим. Отлично. Осталось, правда, всего лишь 12, ребят. Реально, будьте очень аккуратны, когда летите к усатому острову, потому что здесь надо выносливость прям экономить. Так, теперь летим сюда. Телепортируемся на усатый остров. И вот сюда. Ну что, ребята? Блин, я без воды! Офигеть! Вот это я, конечно, затупил. Ладно, у меня есть одна идея. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Быстренько, быстренько, быстренько сюда. Сюда. Так, технологии. Нет, не технологии. Любопытно? Нет, не любопытно, а технически. У меня нет крана. У меня нет крана, ребят. Ладно, если что, разберёмся так. И здесь никого нету. Так, ребят, значит, мы с вами прибежали не сюда. Здесь сидит только этот чувачок, но он молчит. Значит, он сегодня нам никак не поможет. Фу, ладно. Так, тогда надо думать, ребят, кто нам сможет дать какую-то подсказочку. Как нам вообще, в принципе, что сейчас лучше сделать. Ну, у меня есть одна идея. Как вы помните, мы часто с вами искали ответ благодаря учёному. Учёный всегда сидит в древних руинах, и он нам часто помогал там. Но я просто даже не знаю, в этот раз он нам поможет или нет. Но если усатый остров нам не дал ответа, то, ребят, я думаю, что да. Надо, наверное, всё-таки лететь к учёному. Надеюсь, что он нам подскажет. Так, учёный. Это древние руины. Мы можем сейчас телепортнуться быстро домой. И оттуда телепортнуться к руинам. Можем, конечно, и здесь пройти, заодно поискать здесь пати горда. А давайте так и сделаем. Руины же здесь совсем недалеко. Да, давайте так и сделаем. Заодно посмотрим. Если мы найдём здесь где-то пати горда, то нам и не понадобится помощи этих золотых чуваков. Хотя я бы им всё равно помог бы, наверное. Ну да ладно, пофиг. Посмотрим сейчас. Так. Быстренько летим вот сюда. Здесь нам отсюда надо будет направо. И, собственно говоря, в руины. Заодно, может быть, найдём с вами подарочек какой-нибудь. Посмотрим, какие у нас сегодня украшения будут. Тоже лишним не будет, я думаю. Так. Обожаю этот звук. Ладно. Здесь какой звук? Блин, слаймы всё испортили. Испортили мою музычку. Но ничего страшного. Ладно. А здесь я пока коробочки не вижу. Но зато мы с вами прекрасно можем отправиться вот сюда. Здесь пати горда нет. Он часто здесь бывает. Ладно. Так. Хорошо отправляемся тогда к учёному, ребята. Давайте пробежимся. В принципе, нам здесь недалеко бежать. По большому счёту. Я думаю, что мы быстро к нему доберёмся. И спросим у него. Может быть, он знает. Блин, золотой вар из золотой вселенной. Он может быть реально опасен, друзья. Вот в чём проблема. Он может быть реально опасен. Поэтому надо постараться как-то... Ну, я не знаю. Прям перестраховаться, что ли. Может быть, какое-то оружие против него имеется специально. А может быть... Блин. Да что такое? Вот почему я упал? Ладно. Ждём, пока выносливость восстановится. Ребят, всё-таки без выносливости надо, конечно, больше поставить этих спринг-пэдов, где можно будет заряжать энергию. И, по крайней мере, на бег она не будет тратиться. Это уже плюс большой. Так. Сюда. Теперь сюда. И теперь сюда. Там у нас учёный... Ну, вот этот его склад небольшой. Да, и вот он, собственно говоря, здесь сидит. Ну что, давайте с ним поговорим. Что он нам скажет? Привет! Что тебе нужно? Помощь? В прошлый раз я помог тебе просто так. Но в этот раз всё не так просто. Для моих экспериментов мне нужна одна подарочная коробочка. Я хочу кое-что проверить. Принесёшь мне? Сразу скажу тебе, что делать дальше. Аааа... Так. Подарочная коробочка. А я их ещё и не видел, ребят. Вот в чём проблема. Я ещё эти подарочки-то и не видел даже за всё... Ну, за всё видео сегодняшнее. Ааа... Ну, давайте искать её. Я не знаю, может, где-то сможем обнаружить. Но чё-то пока как-то я... Реально даже ещё ни одну не замечал. Блин, надо ещё воды набрать, кстати. Так, давайте куда-нибудь повыше попробуем залезть. Здесь ничего. Здесь ничего. Я вижу пока только обычный. Вот, видите? Первая обычная. Там ещё вторая обычно лежит. Можно, конечно, попробовать ему обычную принести. Но мне кажется, ребят, он распознает обман всё-таки, что... Нифига. Нифига, ребят. Нормаз. Нормаз. Пригодится. А чё б и нет. Давайте мы его тоже заберём. Нормально. Мы так нашли в коробочке под гончик. Золотой плорт я, наверное, выкину. Потому что они всё-таки имбалансные сейчас, ребята. Но золотого слайма оставлю. Может быть, он сможет нам как-то помочь. Так. Куда мне сейчас можно отправиться? Здесь ничего пока что не наблюдаю, ребята. И коробочек тоже не вижу. Ну что? Ребят, есть у меня такое ощущение, что, возможно, мне придётся даже вне серии искать эти коробки. Я, конечно, прогуляюсь. Всё равно постараюсь найти. Но чё-то пока у меня... Прямо, видите, я ни одну не могу найти. Вообще ни одну. Можно, в общем-то, конечно, создать гордо. Гордо лопнуть его. И, возможно, что выпадет коробка. Но, возможно, и не выпадет, я так понимаю. Так, здесь ничего. Всё ещё. Ну, я здесь, конечно, побегу, ребят. Может быть, всё-таки найдём. Но, блин, вы сами видите. Вообще ни одной. Вообще ни одной. Только обычной я вижу пока что. Ладно, добежим до телепорта. Если я до телепорта не найду подарочные коробки, то постараюсь найти их вне серии. Хотя это, конечно же, придётся потратить какое-то время. Но ничего, ребят, для вас я готов постараться. Так, давайте сейчас перелетим туда. Сейчас восстановится энергия. Так, 200. 250. Всё, нормально. Так, здесь у нас всего лишь капсула. Нету. Ай, залезь, залезь, залезь. Нету коробочки, к сожалению. Залазим теперь на вот этот вот столбик. Хорошо. Подождём, пока восстановится. Если здесь, ребят, не будет, ну, блин, реально придётся искать самостоятельно. Тут уже ничего не попишешь. Так, тут. Реально ни одной коробки. Офигеть. Просто офигеть, ребята. Да уж, на коробке последнее время у нас с вами дефицит. Ну, ничего не поделаешь. Значит, ребят, сейчас буду искать. Ждите секунду буквально. Ну что, ребят, пришлось побегать. Но, в принципе, я нашёл коробочку прямо рядом с учёным. Вот она. Берём её. И, надеюсь, он примет мой подарочек. Давайте попробуем. Держи. Хм, спасибо тебе, мне это очень пригодится. Честно скажу, я не знаю, где... Ооо, я не знаю, где искать золотого вара. Но я знаю, что в лаборатории у Виктора... Ага, появился чужак, который тоже прибыл из золотой вселенной. Попробую спросить у него. Лаборатория Виктора. Опять мне надо теперь, конечно, лететь обратно. Но ничего, в принципе, мы здесь быстро долетим. Потому что телепорт как раз-таки нас отнесёт обратно домой. А из дома телепорт прямо к Виктору. Хорошо, давайте попробуем. Телепортируемся сюда. Отлично. И также нам надо, знаете, ещё что взять, ребят? Нам надо взять водички. Потому что я всё время про это забываю. А мне она, по сути, очень даже сильно нужна. У меня, по-моему, прудики стоят ещё вот здесь. В гроте. Возьмём, потому что мне реально нужно будет как-то обороняться от варов. Это ещё повезло, что я их до сих пор не встретил. Но они мне в любом случае, скорее всего, встретятся. Как мне кажется. Поэтому пригодится. Так, игра. Не висни. Хорошо. Водичка есть. Супер. Отлично. Супер. Хорошо. Всё. Теперь, ребята, мне вары вообще не страшны. У меня ровно соточка водички. И я могу спокойненько себе отправляться в лабораторию. Посмотрим, что у нас с вами здесь в итоге получится. Я пока, конечно же, без понятия. Но надеюсь, что... Чужак нам скажет, где искать золотого вара. Поехали. Ну что, давайте смотреть. Можно сразу к Виктору пойти. Но я думаю, что вряд ли он нам что-то скажет. Здесь же я не вижу никаких чужаков. Атакуем, ребята. Атакуем скорее. Блин, а здесь дофигища варов. Вы посмотрите, сколько их здесь. Чё за фигня? Блин, нифига сколько. Ребята, я просто поливаю водой без конца. Я надеюсь, что мне хватит воды. Очень на это надеюсь. Потому что... Так, вроде бы осталось чуть-чуть. Блин, как же хорошо, что я воду с собой взял. Пошли вон, вары. Пошли вон. А ведь главное их отсюда вообще никак не убрать, кроме как водой. Блин, почти всю воду потратил. Один спрятался за этого горда. Нифига себе. Привет. И спасибо тебе за то, что спас. Наша вселенная очень пострадала от золотого вара. Но ты доказал, что можешь справиться с ним. Только будь осторожен. И отправляйся в дебри. Он захватил этот район. Ооо, вау. Ребят, если даже обычные вары могут быть настолько вредны. То что может сделать один золотой? Я просто в шоке. Так, ладно, отправляемся в дебри. Блин, нет, 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 стоп. Стоп, ребят. Прямо сейчас не отправляемся. Надо воды взять. Надо взять воды, причем побольше. Надо взять воды, причем побольше, ребят. Потому что, если мне на обычных варов реально еле-еле хватило соточки, я даже не знаю, что мне может помочь, чтобы справиться с золотым варом. Но я постараюсь всё равно сотку взять, но, ребят, я не знаю, хватит её или нет, серьёзно, просто без понятия. Игра, пожалуйста, не тормози, у меня и так нервы на пределе. Ладно, берём. 72, 87, 90, 100. Всё, ребят, целая сотка воды. Я вылью хоть всю... Хотя дебри, знаете, это ещё такой район, там, в принципе, там можно, ну, как-то покидать их в воду, потому что они окружены морем. Но не знаю, как это сработает или же нет. Ну, ладно, поехали. Телепортируемся в дебри. Так, и телепортируемся сюда. Теперь телепортируемся сюда, ребят. Осталось просто искать, собственно говоря, я не знаю, что из этого выйдет. Так, сейчас, секунду, я... Сейчас, всё, нормально. А то у меня после телепорта всё время чуть-чуть немножко глючит. Так, здесь они вроде бы себя нормально чувствуют. Я пока ещё не вижу здесь, чтобы кто-то был недоволен. Так, туда нам нет смысла идти. Там тоже ничего нету. Где может быть вар, ребята? Где может быть самое для него подходящее место? Ну, блин, есть центральная локация. Вот, нет, не вот эта. Да, вот эта. И есть ещё одна локация, там, где иногда мы начинаем свой путь. Ну, я не помню, где она. Отсюда, если начинать, отсюда, если смотреть. А, вот она. Нет, ребят, тоже здесь никого. Ну, давайте зачекируем, конечно, может быть, он в пещере. Кстати, это нормальное место для него. Фух, рискнём. Так, ну что, вот это, получается, локация, ребят. Я думаю, что пещера, это, в принципе, не... Неплохое место для варов. Тем более ночь. Блин, ребят, нам сейчас будет очень сложно. Нам сейчас будет очень бесконечно сложно. Но я пока ещё не вижу золотого вара. Где он может быть-то здесь? Блин, аккуратно. Я просто выстреливаю их водой постоянно. Блин, ребят, всё глючит. Нифига не могу понять, из-за того, что их слишком много. Ладно, давайте пробиваться. Давайте пробиваться, ребят. Причём, я вижу его. Я его вижу, ребят. Нам надо его не уничтожить. Нам надо его взять себе. Блин, нифига, он выглядит жёстко. Всё, вара есть. Вара мы забрали, ребят. Надо зачистить эту пещеру, постараться. Смотрите, почти все исчезли, когда мы его забрали. Стоп, или все? Офигеть, все вары исчезли, когда мы забрали. Только один остался. Когда мы забрали вар слайма. Фу, ребят. Я хочу посмотреть на него ещё раз. Блин, они, правда, прорвались теперь ещё сюда? Давайте. У меня осталось всего лишь 16 воды, ребят. Но я должен спасти дебри. Хотя бы даже от небольшого количества варов. Они могут очень легко размножаться. Поэтому надо постараться уничтожить всех, кого только увидишь. Фу, офигеть. Это просто жесть. Их много. Они, видимо, пытаются помешать мне, чтобы я золотого их предводителя отвёз. Так. Блин, я чуть не упал в воду. Быстрее бежим обратно. Да, они везде. Они просто везде. Так, я должен добираться до телепорта, ребят. Золотого вара надо убрать отсюда. Иначе, я так понимаю, что вары просто не остановятся. Они будут атаковать и атаковать. Фу. Ну всё, мы здесь. Давайте посмотрим на него поближе. У меня здесь есть загон, через который он не сможет выбраться. Жесть. Ну и монстр. Ну и монстр. Это просто офигеть, ребят. Посмотрите на него. Золотой вар из золотой вселенной. Офигеть. Да уж. Он даже с крыльями. Он как обычный золотой слайм, только агрессивный, который готов. Вот просто сравните, ребят. Просто сравните. Доб, добро и зло. Нет уж, золотой слайм, не бойся, я тебя в обиду не дам. Всё с тобой будет нормально. Фу. Офигеть. Ну что, телепортируемся обратно, ребят. Давайте спросим у этих чуваков, что по итогу будет. Так. Вот. Вот, пожалуйста. Золотой вар. Что вы теперь с ним сделаете? Так. Куда бы мне его кинуть, я даже не знаю просто. Ну а... Ну давай я просто подойду. Ну наконец, этот опасный преступник пойман. Я заберу его у тебя и вернусь обратно в золотую вселенную. И посажу его в золотую тюрьму. А ты отправляйся в пустыню. Наш пати-друг остался там. Ну что, давайте попробуем. Ого. Они просто взяли. И исчезли все вместе? И оставили мне подарок, ребята. Кажется, я знаю для чего. Всё-таки, как он сказал, пати гордо в этот раз тоже из золотой вселенной. Поэтому думаю, что 10 золотистых имбирей будут вполне себе хорошим для него кормом. Офигеть, друзья. Да уж, золотой вар меня не слабо удивил. Всё-таки оказалось, что мы смогли его поймать. И даже смогли его не просто уничтожить. Так, в какую сторону пойдём? Давайте сюда посмотрим сначала. Не просто уничтожить, но смогли его пленить и отправить обратно в его золотую вселенную. Надеюсь, что они запрут его там как следует, чтобы он больше не мог оттуда выбраться. Ну, давайте сюда сходим, посмотрим. Может быть, здесь что-то найдём. Но, в любом случае, я лично очень доволен. Ребята, супер, супер. Реально, реально супер во всех смыслах. Ну что, пати гордо. Ты не похож на золотого, но кушаешь золотистые имбириты, видимо, с удовольствием. Еееее. Да, ребята, вот наши подарки. Вот то, что мы с вами заслужили. Правда, украшение, ну, так скажем. Хотя нет, смотри. О, смотрите, ребят. Жаль, что нет золотого варовского украшения. Это было бы, наверное, очень в тему, пожалуй. Но у нас с вами вообще, в принципе, очень хороший напор получился. Очень даже хороший. Блин, золотой слайм не мешает собрать последнее украшение варовское. Ну, ладно, пускай оно останется пока что здесь. Как напоминание о том, что всё-таки мы получили варовское украшение за золотого вара. Так, теперь отправляемся в поместье Мокки Майлз, конечно же. Все эти украшения отдадим туда, положим в сейфы, чтобы они никуда не делись. Ну и потихонечку будем уже заканчивать нашу сказку о золотом варе, дорогие друзья. Если вам она понравилась, то обязательно клацнете по лайку. Подпишитесь на канал. Ну и не забываем, конечно же, оформлять спонсорские подписочки. Ссылка в описании. Оставлять комментарии. Тоже очень важно и интересно мне будет их почитать. Ну и подписываться на группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Вполне возможно, что там скоро будет новый конкурс. Итак, а я отправляюсь обратно. Вот сюда. Скалистые украшения ищу. Вот. Ну что, друзья. На этом, пожалуй, что все. Сказка закончена. Еще раз надеюсь, что вам понравилось. Ну, а с вами был Ченаски. Смотрите другие видосы. Очень много классных, интересных игр. До скорой встречи и... А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Продолжение следует...